Закон от 93-го года с поправками, по сути, на полную мощность заработал относительно недавно. В Ульяновской области более 40 воинских захоронений, останки в которых найдены на полях сражений Великой Отечественной. Поисковыми отрядами не только из нашей области, но и из других регионов и даже других стран. Например, не первый год уже проводятся экспедиции в Республику Беларусь, где в 41-м году сражалась 154-я дивизия, набранная из уроженцев нашего региона. Каждый защитник Отечества, неважно, сколько прошло лет с момента его гибели или естественной кончины, имеет право на достойное погребение и память. Это очевидный факт, о котором, тем не менее, поисковикам пришлось напомнить чиновникам при случае на встрече с губернатором в начале года. Сейчас в Димитровграде могилы павших бойцов Красной армии выглядят так. Мы стараемся, чтобы памятники все были единого образца. Здесь у нас, в частности, в Димитровграде мы делали по единому образцу изначально. Ну и с нами консультируется в основном все муниципальные образования сейчас. Для того, чтобы в едином русле, в едином ключе всех сделать. Обязанность следить за состоянием захоронений возложена на местной администрации. Каждая действует в меру сил и средств. Но практически везде в этом году дело сдвинулось в мертветочки. Это кладбище Инзы. Порядок наведен, видно, что за могилой есть уход и надзор. А это уже Ульяновск. Очевидно, что чем крупнее муниципалитет, тем он богаче. При этом отметили в местной администрации, основная часть денег получена все-таки из бюджетов высших уровней. Лимит, доведенный до нас в бюджетных средств, составил 1 миллион 600 тысяч рублей, из которых из федерального и областного бюджета 1 миллион 521 тысяча. На сегодняшний день у нас завершены работы, скажем так, восстановления, захоронений шести воинов, погибших при защите Отечества. Дополнительно заключены контракты на обновление табличек с фамилиями, инициалами, датами рождения и смерти пяти воинов. Племянница красноармейца Тимошина добраться до северного кладбища самой непросто. Возраст берет свое. Но фотографии обновленной могилы дяди ей нравятся. Вспоминает, как совсем недавно она стояла за росшей бурьяном. Сердце крови обливается. В 80 лет он лежал там в окопе, никто ничего не знал. И здесь могилка стояла, как заброшенная. Но это же защитники Родины, и Родина не должна забывать своих защитников. Но работа по сохранению исторической памяти на этом не завершена. Впереди еще один важный этап. Теперь мы ждем следующего этапа проведения работы. Это установка новых памятников, которые должны быть сделаны до 9 мая 25-го года, соответственно, к юбилею Победы, к 80-летию. Галина Агафонова уже представляет, какой он может быть. И просит, если в проекте изначально этого не будет запланировано, добавить на могилу дяди Красноармейца обязательные, по ее мнению, атрибуты. Когда памятник будет, и там вот сейчас покрывается, и чтобы там была пробитая каска и два снаряда, которые, вот эти артефакты, которые были найдены. Региональное отделение поискового движения России постарается помочь. А еще его члены продолжат следить за выполнением всех законов, связанных с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной. Кстати, как стало известно, совсем скоро Старомайнский район доставит останки еще одного бойца РККА, погибшего, защищая нашу великую общую родину, Советский Союз. Евгений Луковкин, репортер 73.